Везде обозначено то, что здесь радиационная опасность. Рабочие вот в одной из таких печей на этом заводе, в бронзолитейном цехе, расплавили источник цизи 7300. Да, надо отсюда сваливать как можно быстрее. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underwall и его ведущий Степа Вулф. И сегодня мы вам расскажем об одном очень интересном месте. Можно сказать, это небольшой Чернобыль в Подмосковье. Да-да, в Московской области, оказывается, есть такое место, где 12 апреля 2013 года произошел выброс радиоактивных материалов и случилось загрязнение, радиоактивное загрязнение местности, прилегающей местности, нескольких заводских цехов и районов самого города Электросталь. Речь идет об электростальском заводе тяжелого машиностроения, где в этот злополучный день расплавили источник с цезием 137. Его просто засунули в печь для переплавки металла, и после этого произошел выброс радиации в атмосферу через дымовую трубу печи. Несколько рабочих получили серьезное радиационное заражение и, соответственно, прилегающая местность, прилегающие районы, в том числе районы города, несколько цехов завода тоже оказались в зоне радиационного заражения. Мы постараемся пройти на территорию, подвергшуюся максимальному заражению и проникнуть в инструментальный цех, расположенный в непосредственной близости с бронзолитейным цехом, в печи которого и был расплавлен радиоактивный источник с цезием 137, для того, чтобы произвести там замеры радиационного фона и показать вам, какие последствия может нести подобная авария даже спустя шесть с половиной лет. И вот мы уже внутри, тут находятся железнодорожные пути. Здесь же от путей идет ответвление и подходит к нефтеналивной эстакаде. Завод очень крупный и при заводе вполне могла быть своя АЗС для заводского транспорта, а также на территории завода находится котельная, которая сейчас действует и обслуживает, обеспечивает этот завод. И вполне возможно, что когда-то она работала на мазуте, и здесь производилась разгрузка мазута. Здесь же подъездные пути завода, они вполне себе живые, вполне действующие, работают светофоры, сигнализация. Здесь же на путях находится железнодорожная техника, которая очевидно производила разгрузку с вагонов, с платформ, каких-то материалов для завода, каких-то грузов. Вот, собственно, сам кран. Вполне себе рабочая машина. Вполне возможно, что он и сейчас выполняет свои функции. Разгружает грузы, приходящие на завод железнодорожным путем. Вот кабины крановщика, приборы управления. А так вот управление кнопкой ниже, выше, стоп, сигнал. Интересно, вот там какой-то электронный прибор уже современный, похожий на тахограф. Дизель-стоп. Там педали управления, рычаги. Видимо, работает на дизельном топливе. Это платформа, кран. Завод вполне рабочий. Вот здесь стоит вообще свежий вагон. То здание, которое чуть ли не кирпичное, трехэтажное, двухэтажное, с пристройкой еще сверху. Это, скорее всего, железнодорожная диспетчерская. Стоит тепловоз. Еще один такой же кран для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Здесь стоят какие-то демонтированные станки, емкости для хранения жидких нефтепродуктов. А вот мы сейчас зашли в кран-балку, где как раз производилась разгрузка вагонов. Здесь так тесно. Вообще, похоже, что все это в рабочем состоянии. Вообще, вероятно, этот кран можно сейчас запустить и куда-нибудь на нем проехать. Нехитрая панель управления этим краном, элементы управления. Вот этими штурвалами осуществлялось движение самого моста, мостового крана, тележки влево-вправо и подъем вверх и вниз. И отсюда, вот, собственно, открывается обозрение на всю вот эту площадку, где и производились погрузочно-разгрузочные работы. Собственно, сам кран-балка, кабина, в которой мы только что были. И закрытая площадка для погрузки-разгрузки. Я так понимаю, что сюда заходили железнодорожные пути, но сейчас они демонтированы. Здесь заезжают на автомашинах, видимо, под погрузочно-разгрузочные работы. И у нас сейчас стоит задача пробраться к цеху, в котором, собственно, и произошла эта авария. Это случилось в бронзолицейном цехе. Он сейчас закрыт. А рядом находится еще механический цех, куда мы тоже сейчас планируем попробовать попасть. Тут на территории завода находится еще огороженная площадка за колючкой, как бы периметр в периметре. И там мы можем видеть сейчас цистерны. Видимо, там было хранилище топлива. Здесь много цистерн стоит, и снятых с железнодорожных платформ, и специализированных цистерн, которые устанавливаются стационарно. Видимо, да, здесь находилось хранилище горюче-смазочных материалов для этого завода. А наша цель лежит буквально перед нами, вот за тем забором. Там уже радиационное загрязнение. Там цех, который сейчас закрыт, и не функционирует. И вот хорошо видно сейчас, за тем забором уже как раз находится зона, где произошла радиоактивная авария, выброс радиоактивного вещества. И вот здесь еще одна такая закрытая разгрузочная площадка. Тоже мостовой кран. И, собственно, мы приближаемся к цели нашего сегодняшнего похода. Вот мы в первом цеху. Здесь находятся печи. Причем вот эта вот современная печь, явно рядом с ней соседствует более старая печь. И вот здесь как раз на этой платформе отправляется в переплавку металл. В одной из таких печей и произошла авария. У нее загрузили, как я сказал, источник цезия 137-го. По какой-то халатности, тяжело сказать сейчас, как это вообще могло произойти. Но рабочие вот в одной из таких печей на этом заводе в бронзолитейном цехе расплавили источник цезия. И здесь вот осуществляется как раз переплавка металла. Я так понимаю, что вот это вот сопла печи. Вот они. Температура здесь должна быть просто сумасшедшая. Различные индикаторы содержания СО в помещении. Соответственно, контроль за газованностью в помещении. Содержание СО 20 миллиграмм на кубометр, 100 миллиграмм. Вот индикация режимов, видимо, работы печи вольтметр. Сейчас напряжение 400 вольт вводной шкаф печи. Мониторы, правда, похоже, ни к чему не подключены или нет. Компьютер не включать. Вот это вот, видимо, как раз дистанционный блок управления печью. Вот он самый главный пульт управления вот этой современной печью. Печь Босио. Такие печи производились на заводе в Словении, а производство было основано еще во времена Югославии. Сейчас, соответственно, состояние печи. Печь выключена. Здесь все осуществляется. Сенсорные панели управления. Несколько выключателей старт процесса. Сигнальный гудок. Выключение сирены. Ошибка устранена. Сброс контроля управления. Стоп процесса. Сигнал. Ключ. То есть, теоретически, мы сейчас даже можем эту печь запустить. Здесь же масса вентиляторов, поскольку здесь и выброс углекислого газа идет, и очень высокая температура, то, как бы, вот, да, без хорошей вентиляции здесь рабочим никак не обойтись. На этой тележке сейчас как раз погружены заготовки металлолом, который пойдет в переплавку в следующую смену. Здесь же мы можем как раз видеть огромный захват, которым осуществляется погрузка приходящего сюда металлолома на платформу печи. И такой же мостовой кран, который загружает металлолом. Сам цех имеет, конечно, очень внушительные размеры. Здесь сейчас функционируют всего две печи. Раньше когда-то здесь выпускали металлопрокат, трубы, а сейчас все это демонтировано, все это не функционирует. И работают только печи для переплавки чермета, который снимается, демонтируется с таких же умирающих, заброшенных предприятий, остановленных предприятий. Вот здесь мы как раз видим печь, которая явно более старая, несовременная. Вероятно, она тоже работает в рабочем состоянии, находится, тяжело сказать. Тоже погрузочная тележка, на которой и отправляется металлолом, переплавку. Огромные цепи, привод двери печи осуществляется вот на таких могучих цепях. И здесь же мы видим объявление. Оборудование выведено в резерв 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. То есть вот эта печь, она и сейчас не рабочая, не функционирует. Скорее всего, эта печь работает на жидком топливе, на природном газе. И здесь вот видно, подводится каждый из форсунок, их 4 на сторону. Сделаны трубопроводы, по которым подходит газ, и подается вот в эти форсунки. Здесь тоже электрические шкафы управления. Горелка, выключатель, сброс горелки. Да, и вот они, 4 форсунки, которые находятся внутри печи. Температура здесь, конечно, сумасшедшая, должно быть плавление. А вот как это выглядит у старой печи. Здесь 3 распылителя, 3 форсунки на сторону. Тоже подводится газ, и уже подается непосредственно на каждую из форсунок. И вот мы тут немножечко по цеху решили замерить фон. Пока фон в пределах нормы. Здесь показания идут в микрозивертах в час. Но для того, чтобы перерассчитать эти показания в миллирентгены, просто нужно умножить на 100. То есть сейчас здесь фон 21 микрорентген, что в принципе в пределах средней городской нормы. Можно зайти ради интереса в печь померить, и померить фон у старой печи. Вот, например, замеряем фон прямо внутри печи. Везде он пока в пределах нормы. Также у старой печи, прямо вот фактически вплотную. То есть здесь в цеху пока фон везде находится в пределах средней городской нормы. И сейчас ради интереса замеряем фон на территории. Пока тоже все в пределах нормы. Пока везде все в пределах нормы. Вот тут начинает немного повышаться, но пока еще все в пределах допустимых значений. Вот здесь мы подходим к дымовым трубам. Между этими цехами находятся три дымовых трубы. Продолжаем замер фона. И пока все в принципе в норме. Сейчас мы отправимся уже к месту, где огорожена территория. Где она обозначена как радиационное заражение. И вот мы находимся на территории, зараженной территории, где сейчас запрещен вход для сотрудников предприятия, для людей, которые приезжают в арендные организации. И сейчас наша цель это бронзолитейный цех, где собственно и произошел выброс радиации через вентиляционную трубу. Вот одно из таких печей, как мы сейчас видели. И там, я думаю, радиационная обстановка должна быть на порядок хуже. Тут даже значок висит. Опасна радиация. И собственно мы сейчас отправляемся внутрь территории, огороженной. И здесь уже мы можем видеть, что дозиметр нам показывает не такую благополучную радиационную обстановку, как буквально несколько метров назад. Уже 46. И фон продолжает расти. 67. Уже почти более чем в три раза превышение нормы. Дозиметр показывает уже весьма серьезные цифры, весьма серьезные значения. 6 микрозивертов, 6 с лишним. И мы еще даже не подошли к самому цеху. Вот он перед нами. А через одну вот из таких труб произошел выброс радиации. Сейчас все это специально закрыто, чтобы максимально исключить дальнейшее радиационное заражение. Фон продолжает расти. Уже почти 10 микрозивертов. Да, уже превышает тысячу. А там можно видеть, вот вся эта территория, она огорожена забором. Чтобы сюда не ходили такие идиоты, как мы. Вот так показания растут. Уже 3600. И я хочу попробовать подойти максимально к эпицентру, где происходил выброс. Вот уже почти 5500. Это место самый эпицентр радиационного заражения. Именно здесь из здания на улицу была выведена вентиляционная труба печи, в которой расплавили источник Цезия-137. 6200. Сотрудниками Института проблем безопасности развития атомной энергетики были произведены замеры радиационного фона в первые дни после аварии. Результаты которых были представлены в докладе о реагировании на радиационный инцидент. 6300. Все двери здесь специально заделаны пеной, чтобы оттуда ничего наружу не проникало. 6700. 7300. Да, надо отсюда сваливать как можно быстрее. И вот они, ворота бронзолитейного цеха. Здесь все запечатано. Все запечатано, чтобы оттуда никакие частицы по возможности ничего не попадало наружу. Дозиметр при этом продолжает отсчитывать показания. Естественно, тут все закрыто и попасть внутрь сейчас просто не представляется возможным. В общем, пока пошли по кругу, хотим найти вход в инструментальный цех, который находится как раз по соседству с бронзолитейным, где все и случилось. Пока еще не нашли нормального входа, но если что, напрямить, в принципе, резервный вход у нас есть. Сзади там ДЭН продолжает трещать дозиметром. Вот они трубы, через которые, через одну из которых произошел выброс. Все, как я уже и показывал, закрыто. Даже вот текелажными ремнями все стянуто, чтобы максимально изолировать внутренности этого цеха. А мы пока обходим по кругу в поисках входа в инструментальный цех. Пока, к сожалению, все закрыто. Здесь же рядом находится бомбоубежище, к которому относились эти два цеха, очевидно. Ну, или инструментальный цех. Вот, например, это, похоже, запасной выход бомбоубежища. Мы туда потом нырнем, посмотрим состояние убежища. А пока, пока мы обходим этот цех в поисках залаза. Кстати, вот сейчас слышно, как гудят трансформаторы. То есть, несмотря ни на что, электричество там есть внутри. И трансформаторы явно гудят где-то внутри. Ну, а вот мы и нашли залаз в инструментальный цех. Сейчас придется поскорить немножко. Ну, что же, друзья. А мы сейчас находимся в помещении инструментального цеха, который расположен в непосредственной близости с очагом радиационного заражения, который соседствует с цехом, где и произошел выброс радиации. И сейчас мы здесь произведем замеры, посмотрим, какая радиационная обстановка внутри этого помещения. Дэн снимает иконы. Главное, что не со стен. Да. И не на стену домой. Ну-ка, как тут с фоном? Нормально. 18 микровентген. Этот станок... Этот станок можно сдать. Этот станок похож на резак на какой-то или что это? А вот система вентиляции. Конечно, в этом цеху уже очень многое попилено. И, скорее всего, как раз пошло на металлолом в соседние печи. Да, стоят вот баллоны с газом. Здесь, видимо, баллоны, кстати, свеженькие. И очень похоже на то, что здесь до сих пор продолжают пилить этот цех. Закрыто тут все, естественно, в первую очередь из-за радиационного заражения, из-за этого выброса. Ну и, естественно, как это у нас бывает, всем на все наплевать. Здесь интересует только финансовая сторона вопроса. И, скорее всего, все металлические изделия, которые находились в этом цехе, они тоже пошли на переплавку. Несмотря на то, что находились в зоне радиационного заражения. Вот, кстати, распределительный шкаф. Как я говорил, когда мы проходили за стеной этого цеха, что здесь гудит электричество, напряжение. И, судя по всему, я так думаю, что вот этот вот кран-балка, от эльфер, что он рабочий. А тут помещение электриков, электромастерская. Здесь же находится живой трансформатор. Понижающий трансформатор. Там нам точно делать нечего. Кладовая. Естественно, все здесь связано с электрикой. Вот здесь находятся какие-то станки. К сожалению, я не технарь. Я однозначно не могу сказать, что это. Но, похоже, это что-то типа, может быть, токарного участка. Естественно, тоже ввод электричества, щитовая. И сами станки. Похоже, здесь был токарный участок. Фрезеровка. Токарные станки. Станок выведен в резерв. И даты января по декабрь 2012 года. Как и положено в каждом советском цехе. Здесь находятся стенды с наглядной агитацией. С различными плакатами. О технике безопасности труда на производстве. О способах эвакуации пострадавших. О действиях при прожаре и так далее. Общественный инспектор. Борись за ликвидацию травматизма. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Не работайте на станках в рукавицах с перевязанными бинтами пальцами. Вот там еще щитовая какая-то. И вот мы подходим к той части цеха, которая прилегает к аварийному участку, где произошел выброс радиации. Там тоже все перегорожено ленточками. Опасна радиация. Пойдем померяем сейчас там фон. Вот здесь фон уже, конечно, превышает норму. И мы приближаемся к участку, который огорожен. Типа опасна радиация. Естественно. Естественно, мы сейчас пройдем за эти ленточки. И посмотрим, что же здесь в торце цеха, который примыкает к участку, где и произошла авария. Ну вот потихонечку растут показания дозиметра. Уже 60, 68, 71. Конечно, превышение не такое сильное, как на улице. Это внутри цеха в закрытом помещении. Внутри цеха полтора. И значение продолжает расти. Потихоньку, потихоньку значение продолжает расти. Здесь находилась контора. Сидели мастера, наверное. Висок телефонов разных служб. Книжка «Дни, которые потрясли Чехословакию». Но вот, к сожалению, «Дни, которые потрясли электросталь». Такая книга не издана. Кто-то здесь был любителем кавказской культуры. Настоящий рок. То есть тут не только различные инструментарии, напильники. Ну и такие вот интересные раритеты, как рок, счеты. Куча документации. Страничка из книги «Революции», похоже, с Владимиром Ильичем. И очередные лозунги. Наш участок – участок высокой культуры производства. А вот это похоже на микроскоп. Или скорее дефектоскоп. Универсальный измерительный микроскоп. Я был прав. Очень интересно. Причем их здесь два. Здесь как раз, видимо, производился контроль качества. Замеры. Здесь же вот сохранилась доска со старыми фотографиями рабочих этого завода. Ну и теперь мы решили отправиться в бомбоубежище. Как при любом крупном заводе в советское время. Это не исключение. Строились бомбоубежища для сотрудников. И при входе, естественно, нас встречает гермодверь. Слегка облупившаяся. Но вполне вроде в приличном состоянии. Две воздухоплотные двери. И вот мы уже внутри. В бомбаре начинается санузла. В отличие от театра, который начинается с вешалки. И, соответственно, бака для воды. Емкость сейчас не скажу. Обычно пишут, но здесь не указана емкость этого бака. И вот такие вот аутентичные старые деревянные двери. А период постройки вот этих цехов где-то как раз в 1960-е годы, наверное. Вот он один из залах для укрываемых. Здесь даже сохранились скамьи. Видимо, вот такие скамьи стояли как раз вдоль всех стен. Для того, чтобы рабочие могли переждать, скажем, авианалет, например. А вот это фильтровентиляционное. Вполне себе, кстати, по-моему, в нормальном сохране. Даже работает привод. Вроде все равно, как говорится. Со вторым приводом уже не буду экспериментировать. Ну, пойдем дальше, посмотрим, что здесь есть. Это, скорее всего, как раз были лавки. Вот еще один зал для укрываемых. И, соответственно, бак с водой. И здесь уже выход. Выходим из бомбоубежища. И тут тоже на заборе везде знаки радиационной опасности. В общем, территория, вот часть территории завода полностью огорожена. Везде обозначено то, что здесь радиационная опасность. И совсем рядом, буквально в нескольких десятках метров, находится электрическая подстанция. Рабочая, живая. Там работают люди. Слышно, даже мы сейчас слышали, как ездят машины на территории. В общем, сваливаем отсюда. Из зоны радиационного заражения. Дэн продолжает мелить. Вот он, тот самый злополучный цех. Где выше всего он. Где, собственно, все и произошло. Ну, а теперь нам отсюда просто осталось благополучно выбраться. А сейчас мы находимся через дорогу за территорией завода. Прямо напротив цеха, где произошел выброс радиации. Где произошло радиационное заражение. И прямо напротив расположен развлекательный центр Solaris. Здесь когда-то был боулинг. А на сегодняшний день он, естественно, закрыт. Поскольку здесь было зафиксировано превышение фона. Даже сейчас здесь просто вот на улице радиационный фон превышает среднегородскую норму. В 20 микрорентген в час. Ну вот, друзья, мы и побывали в зоне радиационного заражения. В подмосковном городе. Практически в центре подмосковного города Электросталь. А за моей спиной сейчас проходная, центральная проходная Электростальского завода тяжелого машиностроения. Где и произошли эти неприятные события. И хочу сказать, что по аналогии с чернобыльской трагедией. Здесь можно провести много аналогий. Когда все произошло, от населения тоже скрывали истинные размеры этой аварии. Мы вскрывали вообще как бы факт того, что произошло. До людей доходили самые разнообразные слухи о причинах аварии. О том, насколько серьезным был этот выброс. Мы сейчас побывали в самом эпицентре зараженной территории. Посмотрели один из цехов, который примыкает к эпицентру радиационного заражения. Померили радиационный фон. Ну и на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Всего вам самого наилучшего. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы это еще не сделали, на канал Дэна. Ставьте ваши лайки. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Всего вам самого наилучшего. Всего вам самого наилучшего.